Мария Чикчурина Поднимите руку, если вы не водите машину Поднимите руку, если тратите на дорогу хотя бы час каждый день Это я Поднимите руку, если хоть раз в жизни вы попадали в ДТП Некоторые По статистике, люди в крупных городах России проводят дороги хотя бы час в день Если пересчитать все это время, получится 50 миллионов человеко-часов ежесуточно Если бы мы использовали всю эту человеческую энергию и потенциал Мы могли бы строить по три пирамиды Хеопса в год Кроме времени, мы теряем жизни В 2018 году в России произошло почти 170 тысяч аварий Из них 18 тысяч закончились чьей-нибудь смертью Это как если бы раз в два дня у нас падал Боинг Покупаем мы машины вот так А водим мы их вот так 60% этих аварий произошли по вине водителя Автомобили уже очень сложные В них куча электроники, которая помогает нам оставаться в безопасности В них есть подушки и ремни Но самый главный баг в машине по-прежнему Это водитель А это Сергей Каждый день он тратит Он никогда не сможет научиться водить Поэтому, когда он хочет добраться куда-нибудь в городе Он должен лишать запутанную головоломку из пересадок на общественном транспорте Или просить родных, чтобы его подкинули Для всех этих разных проблем у нас есть одно решение Беспилотники Представьте мир, в котором вы можете потратить свой час на дорогу Занимаясь чем-нибудь приятным или полезным А после этого эту машину можно отправить припарковаться где-нибудь в другом месте Или отправить подвезти кого-нибудь, кому это нужнее Когда ждать беспилотники? Ну давайте разберемся, как далеко мы уже успели зайти В 2014 году появился первый городской шаттл, который полностью автономный Он не развивает очень большую скорость, 20 км в час Но зато его уже можно купить В 2015 году появился Tesla Autopilot Руки с руля убирать нельзя, но тем не менее это продается В 2015 году произошла первая доставка в автономном грузовике Отто Привезли 50 тысяч банок Budweiser Летом 2018 стартовал наш проект Starline Oscar Мы тогда только купили машину, мы начали закупать оборудование Оно начинало приходить Мы его настраивали, устанавливали Я занималась настройкой камеры Я бегала по офису вот с такой огромной доской С черными и белыми квадратами Которая показывала, как камера искажает изображение Чтобы я могла эти искажения специальными алгоритмами убрать В 2019 году Яндекс сделали первые тесты без водителя в городских условиях Мы находимся здесь Через несколько дней запускается первый сервис беспилотного такси Правда с инженером за рулем Когда появятся настоящие роботакси, пока непонятно Кто-то называет цифру 30-й год, кто-то обещает сделать 25-му, 22-му Тесла говорят, что запустится в конце 20-го года Вообще говоря, это страшно Когда мы едем в беспилотники, у нас же нет никакой ситуации В такой машине может даже руля не быть Что если представляем мы беспилотники вот так А иногда получаем вот это Что если откажет какой-нибудь важный сенсор Или что если кто-нибудь завандалит знак и машина вылетит с трассы Что если произойдет ошибка в софте, которая заставит машину влететь в столб Или кто-нибудь получит контроль над машиной, в которую еду я Давайте разберемся по порядку Мы боимся неизвестного Давайте говорить о том, почему беспилотники Это на самом деле может быть более безопасно, чем обычные водители Во-первых, у беспилотника просто больше данных о дороге Смотрите, у нас есть сверхточная GPS-навигация Которая позиционирует машину сантиметровой точностью Там, где спутников недостаточно Мы можем уточнить положение с помощью одометра Например, на парковке или в туннеле Кроме этого, у нас есть лидары Лидары это такие датчики лазерные Которые строят нам карту глубины окружающего пространства И дают хорошее представление о препятствиях, которые есть вокруг Лидары из-за того, что там есть сложная электроника, быстрая электроника и движущиеся части Они дороги Минимальный ценник это полмиллиона рублей Более дорогие модели могут стоить пару миллионов Короче, если вы решите делать беспилотник на базе Lexus, как мы в Starline То самая дешевая часть это сам Lexus Кроме этого, у нас есть радары и еще радары Потому что они бывают разного действия На близкие и на дальние расстояния У нас есть камеры Камера может быть сколько угодно, это самая дешевая часть И у нас есть вычислительный блок, который ездит прямо в багажнике И рассчитывает дальнейшую траекторию, передавая ее после этого на цифровую шину внутри автомобиля И это еще не все Кроме этого, у нас есть HD-карта HD-карта это такая карта, которая содержит разметку, положение знаков, разрешенные траектории И иногда даже может содержать лидарные данные, чтобы помочь нам спозиционироваться по ним дополнительно Как же видит дорогу беспилотник? Ну, примерно так Во-первых, у нас есть обзор с лидаров После этого у нас есть обзор с радаров разных типов У нас есть камеры А вот так видит дорогу водитель Обратите внимание на две слепые зоны за плечами Которые не видно ни в зеркала заднего вида, ни в зеркала бокового Что, кстати, является частой причиной аварии Хотим выехать на соседнюю полосу, сменить полосу А там уже что-то есть, а мы не заметили Если сложить все вместе, то получится вот такая картинка Снизу у нас картинка с фронтальной камеры, которая смотрит вперед А коробочками на схеме отмечены другие участники движения Вот мы видим, что спереди, там, наверное, не очень видно Но спереди есть те же самые две машинки Слева видно машинки на встречной Еще есть велосипедист Справа мы понимаем, что мы находимся на перекрестке Для всех этих объектов мы рассчитываем скорости и координаты То есть держим фокус на них всех одновременно Что вряд ли может делать обычный водитель Особенно, когда на заднем сидении шумят дети Хорошо, что делать, если кто-нибудь поменяет разметку? Например, вот эта картинка показывает, как поймать беспилотник На самом деле нет Помните, я говорила про карты? Так вот, с тех пор, как у нас есть карты, данные с камер В этом конкретном случае начинают конфликтовать с данными с карты И дело в том, что, да, эта ситуация зависит от того, как программисты проработали алгоритмы Но вообще говоря, мы не остаемся в ней абсолютно беспомощными Все это, все эти данные, которые беспилотник знает о дороге Дополняются развернутым тестированием Для человека-водителя вероятность попасть в аварию Это примерно один к миллиону Для того, чтобы обеспечить такой уровень безопасности Нам нужно накатать хотя бы столько же часов А лучше в несколько раз больше, чтобы собрать статистику Кажется, что это решает проблему? На самом деле нет Это не обязательно значит, что мы попадем во все те ситуации, которые хотели отладить Поэтому пользуются сгенерированными данными Вот так выглядит школа автопилота Мы с симуляцией делаем все те тест-кейсы Все те ситуации, в которых хотели побывать И смотрим, как мы себя в них ведем На самом деле беспилотники – это очень опытные водители Гораздо более опытные, чем все люди, сидящие в этом зале Способные накатать миллионы и миллиарды часов Потому что жизнь человека слишком коротка, чтобы получить такое количество опыта Хорошо, давайте говорить о кибератаках Что будет, если кто-нибудь угонит машину со мной внутри И заставит ее вылететь с трассы Как, например, сделали в 2015 году эти два молодых человека с вот этим симпатичным джипом На самом деле этот случай реальный И он показал две проблемы, две особенности Во-первых, это не сделать просто так Нужно делать большую предподготовку, которую они сделали, чтобы это получилось А второе, вообще-то эта уязвимость была известна с 2011 года А случай произошел в 2015 То есть на самом деле это требовало халатности от автопроизводителя Который не закрыл уязвимость вовремя А когда эти двое начали рассказывать на конференциях о том Что смотрите, ребят, мы можем хакнуть джип чужой без согласия водителя Крайслер отозвали почти 15 миллионов джипов, чтобы их перепрошить О чем-то нам говорит О том, что здесь работают те же законы, что и в остальном софте Когда мы хотим пользоваться каким-то техническим новшеством Мы принимаем этот риск И процесс идет итеративно Находим мы уязвимость, закрываем ее Находим, закрываем Итак, мы сегодня поговорили о беспилотниках И о том, почему они могут быть безопаснее человека Мы поговорили о том, сколько знает беспилотник о дороге Мы поговорили о том, что делать в случае отказа под систем Поговорили о том, как тестируют беспилотники И как борются с кибератаками Это не значит, что проблем нет Но робот-водитель потенциально может водить лучше человека В 19 веке мы ломали станки и боялись машин Сегодня беспилотники — это не просто возможность Это необходимость Роботы победят И я буду на их стороне Спасибо Срочно нужна Сара Коннор нам Готова отвечать? Готова отвечать Так Кто на стороне людей? Ребята, нам нужна ваша поддержка Что, человек? Понятно Спасибо, Андрей Да, у нас есть уже микрофон Прошу вас Да, большое спасибо Очень интересно Ну, наверное, известный вам вопрос Как решаются моральные проблемы? Господи Опять вопрос, кого добить Он всегда первый Да Надо его озвучивать Например, про пример с такси И с семьей, которая переходит дорогу Нет, не надо Я поняла Смотрите Подходы везде разные Но вообще говоря Тот подход, который я слышала Который мне нравится В машине есть такая функция потерь То есть каждый раз Если вы во что-то врезаетесь То вы вычисляете Потенциальные потери Для машины Для пассажиров И для окружающего пространства То, что вы хотите сделать Это минимизировать эту функцию И дальше вы вычисляете Оптимальную траекторию С этой точки зрения Как будут настроены веса Никто не знает Потому что это делают Программисты на стороне машины Есть идея о том Что может быть Нужно давать Человеку, который садится в машину Короткий тест Про его, не знаю Эти предпочтения Но вообще говоря Программисты 95% времени Работают на то Чтобы таких ситуаций Было как можно меньше Вот Спасибо Этические вопросы В руках программистов Вот так вот у нас Ну это не совсем Политический вопрос Он такой про психологию А у меня вторая часть Этого вопроса Кого будем судить? Владельца машины Если она собьет человека Того, кто ехал Или производителя? Отличный вопрос Смотрите Кажется Я не юрист Но кажется Что такие случаи Нужно разруливать Следующим образом Когда происходит Техногенная катастрофа Ответственность Делят между Ну то есть Каждый раз происходит Разследование И ответственность Делят между тем Кто по мнению Следователя виноват Кажется, что Другого способа Здесь не может быть Вот Но в некоторых странах Судить будут Того, кого сбили Естественно Такие случаи бывают Спасибо вам за вопросы А мы вернемся Еще один вопрос Подождите У меня важный вопрос Хорошо Просто я на этом тоже думал И думал Как это здорово Хочу вам сказать Первый момент У нас есть Как бы терпилы А есть Ну наглые люди Вот допустим Едет ваш робот И он стоит И никто не пропускает Ему Ну что он будет делать Он забьется в уголок Там И никто его не пропустит И все Второй момент Надо ему либо сделать Там три режима Там наглый Там терпило И нормальный Вот тогда будет нормально Второй момент Допустим Возьмем снег Зимой Как он будет парковаться Куда Он только по-нескому Сможет туда-обратно проехать Все Там сугроб будет Он И сзади ему будет сигнал И там Ты куда едешь Козел Бам-бам-бам И все Что вы будете делать Решайте вопрос Быстрее И еще один Такой момент Смотрите Правила дорожного движения Вам нужно туда Сделать Корректировку К примеру Что у Автоботов Будет преимущество Чтобы они Пропускали Ну допустим Такой терпило Едет какой-то И вдруг машина Поехала справа Он сразу раз Как у Машины Скоропомощи Чтобы у них Было преимущество Звоните в ГИБДД И делайте Вот эту вот Корректировку Спасибо за вопрос Ребята А есть продюсер в зале У нас такой Стендап спешл По-моему намечается Можно записывать И выпускать Тут В следующий раз Нам можем на сцену Приглашать Устраивать отдельный Такой стендап выступление Есть у тебя комментарии Как-то Потому что они такие Самодостаточные На самом деле Комментарии Тут мало что можно добавить Просто это было Хорошо само по себе Супер Был неплохой вброс Но Мы специально сейчас Вернемся к вашему вопросу Нам сказали сегодня Говорят вы сократили Число вопросов И это не хорошо Мы скучаем Грустим Что нам мало И мы сегодня же Примем меры Понимаете Мы поговорили Собрали комиссию Экспертов Сайенс слэма И решили Что с сегодняшнего дня И на всех слэмах Которые будут проходить В Петербурге И в Москве На каждом будет По три вопроса спикеру Поэтому И сейчас мы готовы Выслушать Еще один вопрос Который будет вот оттуда С правой части Если есть микрофон Рядышком Давайте мы вопрос выслушаем Прошу вас Добрый вечер Спасибо большое За выступление У меня такой вопрос Скажите пожалуйста Как вы считаете Изменится городская Инфраструктура С появлением С распространением Беспилотных автомобилей Спасибо Смотрите Кажется здесь есть Два соображения Первое Это насчет парковок Потому что Кажется Их просто нужно будет меньше А кроме того Их можно будет вынести За черту города Вот если вы видели Когда-нибудь Улицу Рубенштейна С этим можно бороться Не только законодательно Кроме того Когда вы паркуете Беспилотную машину Вам не нужно Оставлять места Для того Чтобы открывать двери То есть Их можно парковать Вот так друг к другу И они еще могут Сами себя переставлять На парковке Чтобы одна из них Могла выехать Это первое соображение Второе Про площадь городов Смотрите Чем мы ограничены Сейчас Например Например В Москве Все люди С Московской области Хотят ездить в Москву Чтобы поработать день А потом вернуться Обратно в область Так вот Если сделать эту дорогу Более легкой То кажется Что они смогут ездить С гораздо большего Расстояния в город И возможно Это сделает Наши города Более распределенными То есть Они будут не такими Сконцентрированными В точке А как бы в область Вырастет Потому что изменится Сам формат В котором мы Ну что ли Пользуемся городом Кажется что вот так Парковки И площадь городов Спасибо Слушай Маша А парковки Не работающие В центре Петербурга Которые построили Можно будет убрать Уже в конце концов Все эти паркоматы Чтобы они глаз не мозолили Я честно говоря Я не знаю Я сама не вожу Я чисто Я чисто алгоритмы делаю Все правильно Бюджет с экономией Бюджетные деньги Спасибо большое тебе За выступление Спасибо вам за вопросы И немного шумомера Отлично Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok